МИХАИЛ ФЕДОТОВ МИХАИЛ ФЕДОТОВ И эту идею поддержал нынешний председатель конституционного суда Валерий Зорькин. Федотов, о чем еще сегодня сказал, результат экспертизы огласят только после того, как решение вступит в законную силу. Напомню, сейчас обжалуется в конституционной инстанции приговор и пока считается, что в законную силу решения не вступило. Соответственно, когда уже будет принято решение, после этого только эксперты смогут поделиться с общественностью своими выводами. Ну и, собственно, конечно, журналистов интересовал вопрос, а что будет дальше, собственно, как отреагирует президент, вообще как все будет работать. Но здесь вот никакого внятного ответа мы не получили. Еще один вопрос, который задавали, собственно, присутствующим членам общественного совета, это дело Магницкого. Ну и оказалось, что, собственно, свою какую-то часть работы общественники делают. Что будет дальше с резонансными делами, пока не ясно. Давайте послушаем синхрон. Значит, что касается общественной экспертизы по делу Ходорковского и Лебедева, ну, чего я ожидаю? Я ожидаю, что это будет хорошая, хорошая экспертиза, серьезная, хорошая, независимая, неангажированная, настоящая экспертиза. Посмотрим. Это будет зависеть от президента. Президент сказал, что ему это интересно. Нами направлен определенный анализ правовой и подготовленный ряд документов, в том числе, по нашему мнению, дающих правовую оценку действиям следствия. Именно не в системе исправления наказания или медицинского обслуживания, а именно правоохранительных оперативных служб, которые проводили историю и следствия. Эти документы в следствия комитет направлены, и по ним ведется достаточно серьезная работа. Ну, вот что говорят по самым резонансным делам. Еще было затронуто, ну, вот в качестве забавного факта, был поднят вопрос на встрече с президентом о фильтрах Петрика. Его подняла антикоррупционная комиссия, которая внутри этого совета при президенте существует. И вот по последним данным прокуратура начала проверку по внедрению вот этих фильтров, нашумевших в школах Новгородской области. Там, возможно, присутствует коррупция, возможно, будет возбуждено дело. Дождь. Оптимистик Чаннел. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru.